Мягкий меч называется «Тямбар». Сделан обтянутой синтетической тканью внутри параллона. Несмотря на то, что у него круглый вид, круглый вид – это для безопасности. Эти мягкие мечи не наносят боли, но позволяют почувствовать себя настоящим воином – Дмитрий Курунов. Сражаясь этими снарядами, стал чемпионом России среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году он потерял часть ноги, занимаясь дайвингом. Но еще в больнице решил, что будет продолжать заниматься спортом, несмотря на возможные сложности. Общаясь со знакомыми историческими реконструкторами, узнал о современном мечевом бое и приступил к тренировкам. Какой-то дух воина, именно еще воина, древнего воина, средневекового. Когда попадает в руки меч, уже что-то поднимается с глубины сознания, и хочется им выполнить какое-то действие. То есть, может быть, приходит память предков, как они защищали нашу родину. Потом очень хорошее это физическое, можно сказать. Среди его воспитанников – неоднократные победители и призеры состязаний разного уровня. Все потому, что их наставник на своем примере показывает, как преодолевать сомнения и преграды. Во время боя, когда нужно уклониться от атаки и нанести свой удар, человек забывает о протезе и о своей боязни неправильно наступить или споткнуться. А во время тренировки можно пройти несколько километров, ведь именно шаги – главная часть реабилитации. Учились ходить в бок, ходить боком, ходить, меняя шаг, ходить в стойке, перешагивать препятствия, ходить назад – это особенно трудно. При этом была еще работа по подборке конструкции протеза, потому что не каждый протез позволяет делать тельные движения. Дмитрий Курунов не только сам активно занимается спортом, но также помогает и другим людям, пережившим ампутацию. В 2020 году он собрал команду по кибератлетике. Эта дисциплина учит правильно пользоваться протезами в обычных бытовых ситуациях. Также одной из важнейших задач в его работе стала реабилитация и адаптация ветеранов специальной военной операции, которые в результате тяжелых ранений потеряли конечности. Как отмечает Дмитрий, особенно важно оказать им психологическую поддержку. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.